Девушки отдыхают Как можете заметить, лута в трупах стало меньше. Это связано с тем, что я убрал правку, которая мне этот лут, собственно говоря, и давала. Убрал я её по двум причинам. Первая причина, то что, зачем я её, собственно, добавлял. Цель добавления данной правки, чтобы разжиться и более-менее... ...быстрее проходить... ...самое начало солянки. А второе, это просьба подписчика, который считает, что эта правка является читерной и добавляет неатмосферность в данной игре. Поэтому всё-таки решено было эту правочку убрать. Тем более, патронами рожиться я рожился, благодаря трупам. Ещё благодаря обменам у торговцев ещё более рожился всякими полезными штуками, вещами. Поэтому правочку убрал. Ну, две правки, которые у меня с самого начала были и остались, это бессмертные квестовики, чтобы легче нам дышалось и жилось в народной солянке. И бесконечное время цикличных квестов. Но тут, по-моему, объяснять ничего не надо. Так, ладно, хрен с этими тушканами. Давайте попробуем псевдогиганта монтировкой прибить. Заодно и протестим эту монтировочку-то. Ну, со скальки, ну, с четырёх ударов приложил. Неплохо, неплохо. Так, а тушкана с какого удара? Ну, тут, по-моему, и гадать не надо. Ну, что ж, теперь давайте поговорим с тремя очень интересными личностями. Насчёт заданий. Так, молочка халявная. Опа. Чучело мёртвое валяется, интересно. Очередной тайник найден. А я что говорил, глаза боятся, руки делают. Молодец. Да уж, молодец. Пока найдёшь этот чёртов тайник, всё проклянёшь. Но ничего, осталось совсем немного. Вот, кстати, наводка на тайник на армейских складах. Хорошо, возьми под... Удачная охота, сталкер. На армейских складах под ёлку вертолёта, скорее всего, поискать стоит. Где-то он там, точно говорю. Ох, не охота моя. Ну что ж, поищем. Теперь давайте, наверное, поговорим с Волком. Привет, Волк. Чего ты здесь стоишь? Привет, меченый. Так, смотрю за делами здешними. В случае прорыва барьера, должен подмогу вызвать из бара. Толик, зараза, провалился куда-то с радиостанции. Знает же, что только армейские ламповые могут в аномальных местах нормально работать. Может, узнаешь про Толика? Я тебе по большому секрету расскажу, как можно аномалии ликвидировать, если они на пути расположены. Возможно, даже такое. Ладно, найду этого бедолагу. И с Якутом надо ещё побалакать. Смотрю, тут на открытом месте, посреди монстров обитаете, не боитесь? А чего нам бояться? Мы тёртые сталкеры. Только есть одна проблема. Контролёры с барьера, да с деревни иногда заглядывают к нам. И души наши пытаются терзать. А должной пси-защиты у нас нет. Нам троим, мне, Косте и Волку, каждому нужно по два симбиона. И скальпо-контролёра. И по одному антизомбину на всякий случай. Тогда у нас никаких проблем с монстрами не будет. Взамен есть кое-что неплохое. Отчего бы не помочь хорошим людям? Принесу я вам артефакты, я тебя забил. Снова эта боль. Где ж ещё искать-то? Не смог он обмануть. Интересные тут цитатки. Цитатки и зоны. Кстати, насколько я помню, тут... Тут гранатка смелости только мне поможет, я так думаю. Отлично. И достижения дожидались. Винопас. Ну, блин, но... С тактического вала патрончики тратить не особо-то. Хорошее занятие. Ну, блин, ладно. Что не сделаешь? Ради безопасного, так сказать, странствия на армейских складах. Так, а вот там... Сумасшедший сталкер. Давайте к нему заглянем на огонёк, кстати говоря. Я сейчас, кстати говоря, постараюсь сделать так, чтобы он у меня выжил. И поэтому... Я даже не знаю, какую тактику использовать. Можно монтировкой попробовать его как-нибудь подранить. Можно... Ой... Неужели умру? Ну, блин. Не успел подойти уже от аномалии огрёб. И даже броник свой немножко поистрипа. Ладно, сейчас попробую что-нибудь сделать. Подранить этого сумасшедшего сталкера. Но ещё тут надо со столом разобраться. Нифига он финты вытворяет. Ну что ж, давайте тогда сейчас попытаюсь его подранить. Блин, ну вот как видите, не получилось его подранить. Но зато вот самое главное у него две флешки. Одну флешку мы должны отдать Максу по заданию, а вторую Воронину. Вот так вот. Кстати, это вроде разбивает. Вот как видите, не получилось его подранить. Но, кстати говоря, он тоже неплох. Он и с зажигательными патронами стреляет, и точно в голову попасть сможет. Поэтому придётся с ним немножко помучиться. Не знаю, каким чудом мне удалось его подранить. Но, как видите, всё-таки получилось. И я, наверное, быстренько пролистаю диалог. Потому что сами поймёте потом почему. Спасибо огромное. Кстати говоря, он даёт артефакт живое сердце. И ради живого сердца всё-таки постараться можно будет. Потом поймёте почему. Так. Держи аптечку. Спасибо тебе большое. Ты в порядке? Какого хрена ты палишь по всем подряд? А? Что? Ты кто? Ты не убил меня? Это... Это странно. Я... Я благодарю тебя. Возьми это. Ты достойный человек. Надо же, не ожидал. А-а-а. Нет. Нет. Верни мою прелесть. Ты украл её. Ты украл мою прелесть. Отдай её мне. Отвали от меня, псих. Как видите, даём моему аптечку. Отдаёт он нам артефакт живое сердце. А потом всё-таки... Опомнился, как говорится. Так. Достаем болтик удачи. Проходим минное поле. Потом всё-таки, как видите, опомнился и... Захотел обратно. С в артефакт получить, который он нам дал. Вот такой вот он. Интересный. Товарищ. Опа. Болтик удачи нам подсказывать путь-дорожку. Так. Ох ты ж, блин. Так. Гранатку храбрости. Ох ты ж, блин. Как хорошо-то сработала она. Так, а может тебя... Матировочкой. Слушайте, троих химер, одни... Одной гранатой. Обалдеть. Да. Всякое, конечно, в зоне я видел и делал, но вот пока что такого не делал, по-моему, никто. Уважаемый пользователь местной сети, оператор связи сообщает, что в связи с модернизацией оборудования со счёта каждого пользователя... Мародёры, это происки долга! Э, я на бюджетном довольстве! Вот козлы! Да, действительно, деньги сдирают только так. Привет, бродяга! Решил зарулить к нам на огонёк? Что-то вроде. Хочешь присоединиться к нам или как? Или как я по делу? Да ну, присоединяйся лучше, у нас тут весело. Но я подумаю. Кто у вас тут... У вас тут повар есть? Есть. Как-нибудь. А ну-ка, и лят он тебе. Да вот хочу едой малость рожиться. Так он на кухне своей, как обычно, сидит и бормочет. Бормочет? А ты чего хотел? Пьяня на... Пьяня есть. Если бы готовить не умел, давно бы уже его... сопроводили на все четыре стороны. На кухне он, я тебе привязку дам. Найдёшь. Ну что ж, спасибо за информацию. А кто у вас старший? А зачем он тебе? Информация для него есть. Лукаш у нас командиром. Иди в главное здание. Понял, спасибо. Я слышал, что ты в Припяти бывал. Привет. Может и бывал. С монолитовцами не общался. Фанатики они, впрочем, есть весьма адекватные люди. Один из них рассказывал, как они из центра зоны. Ближе к кордону попадают. И как же? Тот монолитовец заказал мне плеер для медитации. Плеер-то у меня есть. Ну вот что. Надо. Средства есть новые от зомбирования. А я ещё разок хочу до Припяти добраться. Оно было бы очень кстати. О да. А я вижу, оно тебе в рюкзаке. Уступишь? А я тебе дам информацию о переходе с ЧС-2 на новую территорию. Самому мне вряд ли пригодится. А тебе может и понадобится. Согласен? Да. Хорошо. Будет тебе антизомбин. 3000 ещё отдали. О, интересно. Вот твой антизомбин. Держи. Правда, дороговато. Мне он обошёлся все дырковцы в зоне. Спекулянты. И они не только в зоне спекулянты. Спекулянты. 3000 рублей. Благодарим за понимание и сотрудничество. Он гады. Сандрали все-таки деньги. Ну ладно, хрен с ними. У меня пока что денег хватает. Не жалуюсь. Ладно, продолжаем. Они и не только в зоне спекулянты. Да, хотя спросите, как это тебе удалось с монолитовцами пообщаться? Через прицел винтореза. Шутка. Вот, держи координаты перехода, но запомни, в связи с крайне высокоаномальной активностью на ЧС-2, метка с картой может пропасть. Так что я тебе скину впадаю ещё одну картинку расположения этого перехода. Так, а карты игральные с буквами на рубашке ты не встречал? Летала тут одна. Возле ворот. Ничего особенного, забирай. Ещё одна. Скоро всю колоду соберу. Вот такой вот тут Альфа-2012. Ясно. Кстати говоря, вот рекомендую всем проверить. Тут очень и одно очень интересный момент. Как видите, у меня тут снайпер лежит при смерти, и надо бы его вылечить. Потом поймёте почему. На самом деле, всех проверить вы не сможете, но посмотрите, чтобы все были живы-целы-здоровы. Как минимум. Так, держи аптечечку. В ящичках ещё посмотрим. Ничего нету. Ладно, теперь, наверное, к Лукашу отправляемся. Заодно ещё и со скрягой поговорим. Делишки к нему, точнее, имеются. Да, много тут заданий, однако. Так, ещё вот надо шурупом поговорить. Апгрейд или ремонт? Всё за хреначем. Синий изолентой. Привет, а ты, оказывается, не только ремонтом занимаешься. Ходят слухи формаций при торговле, да ещё и вещицами полезными. Привет, ты это о чём? Ну, много знаешь интересного. А с чего ты взял, что я каждому встречному поперечному что-то рассказывать буду? Впрочем, мне помощь постороннего человека не помешает. Давай так, я тебе даю инфу полезному и презент, а ты мне приносишь вещицу одну. А что за вещь? И что за инфа? И какой презент? Только между нами. С Лукашом общался, если нет, то пообщайся. Пошрёт он тебе искать для него два важных предмета. Дык вот, один у меня такой есть, и это будет наградой. А инфа, слышал я, что на новой территории, и не быть того, что он тебе заказал или закажет, зато есть то, что нужно мне. Тиски. Мне нужны обыкновенные тиски, не то, что у меня сейчас, а именно одни из тех, что есть на АТП. Не спрашивай, зачем. Я ведь тебя не спрашиваю, зачем ты к центру зону лезешь. Всё равно ты туда потащишься, заодно и мне подсобишь. Идёт? Да, ты часом здоров, мозгов контролёра объелся, но выбор у меня небольшой. Попробую отыскать тебе тиски. Можно услышать тут интересная песня, Рая. По-моему, это песня какая-то переделанная, что-то вот больно знакомое. Я вот даже и не вспомнил. Чего тебе? Мне нужен ваш лидер свободы, крайне важная информация. И насколько же это важно? Я встретил отряд долго неподалёку от вашей базы. Опа, похоже, долг опять пробует отыграться. Так, проходи на территорию, только убери ствол. Не вздумай тут у нас по льбу поднимать. Вперёд ногами вынесут. Ну что ж, хорошо. Приветствую в моей скромной берлоге. Чего, изволен. Ничего, просто осматриваюсь. Ты бы лучше с делом займись, тем более у меня сейчас есть кое-что на примете. Подзаработать тебе интересно. Ну что ж, интересно. Я могу дать тебе кристалл, если ты окажешь мне одну услугу. Тут ситуация сложилась неприятная. Последнее время из деревни артефакты не несут, боятся. Говорят, кровососы там завелись. А в эти дни особо некого послать. Хоть и долг приглашай. Ну что ж, продолжай. Пара ребят ушли в деревню, не вернулись. А остальные трое, как на колец и... И сидят. Если кровососов убьёшь, я тебе кристалл дам. Берёшься? Ну что ж, берусь. Куда я делась? Здорово, Скряга. Привет, новичок. Да ты что, мужик, какой новичок? Я уже давно здесь. Уже столько повидал, что тебе не снилось. Давно говоришь? А экзамен на бывалого сдавал? Какой экзамен? Значит, не сдавал. Понятненько. Ну тогда слушай, испытание такой есть. Ритуал посвящения в бывалого, так сказать. Пройдёшь, и тебя сразу все зауважают. Да, никакое испытание. Значит, это обязательно. Ночью делается. Задание не из лёгких. Нужна полная концентрация и холоднокровие. Так как только малейшая ошибка, и всё, крышка. Итак, ночью без какого-либо оружия подбираешься совсем близко к спящему кабану. Потом размахиваешься и даёшь кабану со всей мочи ногой под зад. Затем открываешь глаза и считаешь... Точнее, открываешь. Закрываешь глаза и считаешь до 10. И пытаешься убежать. Добежишь живой до базы и считаешь, что уже бывалый. Ну что, салага, хочешь стать бывалым? Да, хочу. А испытание это надо проходить... Без него никак. Так, надо, Федя, надо. Все проходили, иначе к тебе ни один бывалый в напарники не пойдёт. И торговцы цены завышать будут. Без этого никак, такое обычай. Ну ладно, я готов. Отлично! Значит, сегодня ночью давай. Итак, я тут неподалёку от барьера стада кабанов видел. Лесомец-вожак у них вообще монстр. Здоровый, свирепый. Глаза красные, клыки в метр. Если подцепят, то мало не покажется. Думаю, как раз пойдёт для испытания. Значит, сегодня ночью без оружия. И ты это, ногой его, ногой посильнее. Понял. Смотри, мужик, не зевай, там у тебя близкий есть. Если что, оставь записку и передам. Нет, спасибо, не надо. Ну, пошёл я. Значит, без оружия. Да, ладно, сегодня ночью увидим. Справлюсь я или нет? Пока. Стой. Чего ещё? Чувак, ты что, поверил? Ну да. Да я... Я ж... Ой, не могу. Чувак, да я ж прикалываюсь. А ты поверил. Ха. Ну ты даёшь. Во прикол вышел. Кабану под зад. Ой, держите меня. Сегодня у костра расскажу, не поверят. Очень смешно. Да ладно, не обижайся ты. Дай старику пошутить. Ну, до встречи, бывалый. Так, сдаём. Продаём, точнее, оружие. Можно, может, бабочку прикупить. Блин, ну, с крякой, конечно, ты и жук. Удачи! Заходи, если чё! Кстати, вот тут к тайнику базы свободы можно подобраться. Очень интересным способом. Как видите, автомат Кобру лучше никуда не девать. Вот таким способом мы двигаем охранничка. И спокойно проходим. Так, находим тут заряд волк. Находим тут всякие костюмчики. Находим. РГ-6. И самое главное, что тут имеется, это... Ликёр Беллис, который нужен Кузнецову. Ну, ещё по мелочи тут всякие патроны. Всякие гранатки. О, натовские патроны. Бинтик радости. Что ещё тут имеется? Заряды ВОК имеются. Так, ну что, всё, да? Ну, вроде бы всё. И, кстати говоря, этот... Товарищ торговец так стоять и будет. Поэтому можете спокойно проходить. На пасырам. Так, сдаём. Не сдаём, а продаём костюмчики. Ну, можно и патроны эти продать, всё равно они не нужны мне. Так, можно чайничок тут организовать. Только у меня замка нету. Надо будет потом замком обзавестись. РГ-6 пока что сюда положу. За замком лучше, наверное, сбегать. Потому что сейчас будет штурм. База долга. Ну, как база. Ихнего, так сказать, пока что данного места пребывания. А, кстати, а замок у меня есть. Всё, видите, не забыл, не забыл. Отлично. Ну, в принципе, всё выложил. Да. Удачи. Заходи, если чё. Ну что ж, теперь давайте поговорим с Лукашу. Привет, сталкер, что нужно? Видел я отряд долга на хуторе. Неподалёку от вашей базы. Человек 8 хорошо вооружены. Блин. Никак эти козлы не угомонятся. Ладно, придётся их наказать. Но, сталкер, если поможешь нам, будем благодарны. Иди к Максу. Он у нас главный вояка. Соберёте народ и... выкорчуете этих сахатых. Ну что ж, хорошо. Макс! Слушай! У нас тут проблема на хуторе нарисовалась. Собирай народ. Понял. Ну что ж, пошлите тогда встречаться с Максом. Ой, музычка такая заиграла. Прямо боевая. Вот, кстати говоря, наш раненый снайпер. Вот, с вышечки прибежал. Вот, собственно говоря, для этого дела и нужно его выручать, так сказать. Лукаш сообщал, что ты подойдёшь. Видал этих на хуторе? Да. Симпатичных, не волнуйся. И много их там? Точно не скажу, не думаю, что очень много. Хреново опять. Удолга в жопе зудит. Ну да ладно, пошли с нами, а? Ну хорошо. Давай, Макс. А сейчас будет перекличка. Все на месте, вроде как. Так, Толик, берёшь Лысого и Косого. Зайдёте справа. Колян, ты с ребятами постараешься зайти им в зад. Вот как в зад, так сразу Колян. Ну что ж, побежали тогда. Неверных долговцев уносить. Кстати говоря, у многих, кто проходил народную солянку, возникали проблемы. Как раз таки с этим Коляном, который любит всем заходить в зад. И заключалось это в том, что когда происходила перекличка, то Колян молчал. И вот свою фразочку, корону, не говорил. Вот. В этом заключалась, собственно, и проблема. Под ноги смотрите! Смотрим, смотрим, смотрим. Ну вот, как видите, проблем у меня не произошло. Проблемка может быть и в другом. Как видите, снайпер у меня почему-то при смерти валялся. Я не знаю, с чем это связано. Блин, в аномалии ещё наступил. Я не знаю, с чем у меня это связано, но вот видите, надо даже такие мелочи учитывать, чтобы всё было хорошо и благоприятно. Так, долговцы, наверное, я не подозреваю, что сейчас на них нападут. Что ж, пошла жара. Опа, псевдогигант там чё-то забывает. Вроде бы убивал. А всё равно живой, зараза. Наверное, это ещё один. Ой, а тут и гранаты в бой пошли. Так, обыскиваем. Кстати, долговцев мочить мы не будем, чтобы нам отношения не портить с ними. Так, долг доктор. Котович. Самое главное, подобрать вал тактик. Вот это самое главное. Так. У всех пока что угроза. О, экзоскелли долго. Так. Кто тут ещё? Мёртвый. Имеется. Так, ну. Этот нам не интересен. Так, а из долга ещё один тут имеется, товарищ. Так, гроза. Вот, вал тактик имеем. Это хорошо. Потом объясню, зачем он нам нужен. Так, обыскиваем. Ну что вы там, не убьёте всё никак этого. Ну, наконец-то справились. Так, у этого автоматика. А, нет, вот он автоматик. Всё, отлично. Всё. Убили последнего долговца. Давайте посмотрим, что там у него. О, ещё один экзоскелет. Блин, только я перегружил. Сколько же это экзовесит? 20 килограмм, ни хрена себе. О, товарищ, а ты не хочешь экзу получить долго, бесплатно? Ну, как бесплатно. Ладно, на, забирай. Экзоскелет. Опа. И сталкеры заодно пришли сюда. Ну что ж, теперь стоянка сталкеров будет, я так понимаю. Кстати, а где Макс? Интересно. Макс, наверное, кстати, уже, наверное, на базу отправился. А, нет, вот он бежит. Так, у псевдогигантность до сих пор. Что у первого, что у второго ручонок не имеется. Ладно. Ну что, Макс, что ты мне скажешь? Интересного. Ну что, тут смотришь? Всех уже обыскали давно? Слабаки! Интересно. Ну что, Макс? Так, видимо, с Максом не поговорить. Ну и ладно, в принципе. Кстати, давайте посмотрим, что у того долговца имеется. Вот, который здесь у нас лежит. Так. Ну, в принципе, ничего такого хорошего. Так, а вот, теперь сейчас я вам расскажу, зачем нам нужен вал тактик. И приготовьте заодно 50 тысяч рублей. И тогда вы поймёте, что к чему. Так, вот этого товарища под ником Альфа 2012 имеется очень хорошая винтовка. Если мы продаём ему вал тактик, то он эту винтовку нам сможет продать. FN 2000 Old. Ну что ж, покупаем. Так, ну патроны покупать не буду, слишком дорогие. И вот она винтовка, довольно-таки редкостная. Хочу вам сказать, нигде вы, по-моему, больше не увидите. И положу её, наверное, в тайник. Пока что. Потом как-нибудь надо её будет протестировать. Походить с ней. Удачи! Будет полезная информация, приходи. Где это она? Вот она, всё. Теперь давайте продадим скряги. Надо выйти. Скряги ничего и нельзя продать. Удачи! Ладно, пока что охраннику это всё дело продам. Потому что всё это относить до товарища Петренко, который находится в баре, мне чё-то лень. Поэтому как-нибудь потом. Со всем этим буду разбираться. Ладно. Задача стала быть выполнена неплохо. А у меня ещё одна есть. Никакая же. Прискорбно признавать, однако у нас... Зовёс Астукач. Павликом зовут. Информацию передаёт на сторону. Это... Дело надо прекращать. Ну что ж, каким образом? Твоя задача пойти за ним на хутор и узнать, кому он передаёт информацию. Он тебя не знает. И о нашем разговоре тоже. Так что берусь. Он недавно ушёл, так что придётся догонять. Запомни, шлёпнуть его нужно. Шлёпнуть его можно и нужно, но не раньше, чем он засветит того, кому сливает информацию. И второй тоже... Второго тоже придётся убрать. Ну что ж, ясно. Кстати, тут ещё дополнительные квесты у него имеются. Привет. Надеюсь, ты-то хоть меня не будешь гонять по зоне в своих интересах. И не надейся. Настоящий сталкер всегда выполнит любые поручения, но с пользой для себя. Ну и что главный анархист предложит на этот раз? Ты насчёт анархистов полегче. Мы тут заказ выполняем для одного бизнесмена из Москвы. Слышал о таком городе? Конечно. А где это? Ладно, проехали. В обмен на хорошее снаряжение отправляем туда предмет один. Мозг контролёра. Эээ, да тебе что, тошнит что ли? Таким мозгом обладают контроллёры, обитающие только на ЧС-2 Туда тебе от тошнотику не добраться Хотя я знаю пару тайников с этим хабарком Но есть слухи, что несколько монолитовцев проникли через разведанный путь на новую территорию И возможно прихватили несколько экземпляров Но были убиты бандитами Смотайся и поищи на АТП парочку этих мозгов Он обладает чудесными свойствами, если его съесть Тьфу ты, иди ты на улицу, а то мне пол обделал харчами вчерашними Читай ПДА и возвращайся с добычи Да, кроме этого, штук 300 тысяч в придачу принеси, иначе базара не будет Информация, что я тебе дам в награду, дороже Так, шурупу загляни, искал он недавно кого-нибудь Кто в сторону АТП собирался Да, попробуй отыскать тебе парочку А с деньгами напряг Вам не нужна пара лишних рук, умеющих крепко держать оружие Я готов помочь свободе Ты здесь новенький, но сможешь помочь не только свободе, но и сталкерам Монолитовцы это наша главная боль Эти фанатики постоянно нападают на барьер Мы еле удержим его Если встретишь монолитовца, то убивай его, не задумываясь Чем больше мы их отправляем к монолиту, тем безопаснее станет зона для всех сталкеров Докажи, что ты отличный стрелок и опытный сталкер Ну что ж, я должен принести тебе в качестве доказательства Некоторые монолитовцы носят на шее жетон с надписью «Монолит» Это знак преданности и верности монолиту Такой честью достаиваются лишь ветераны-мастера Принеси мне 100 таких жетонов и я дам тебе в награду отличную винтовку У нас тут, кстати, небольшое соревнование Кто завалит больше фанатиков В лидерах пока Кэп, командир барьера На его счету 46 жетонов После него идет Макс С 23 жетонами Сможешь побить их результат? Раз, плюнуть Ну что ж, отправляемся на приключения тогда Добыть трофея Ну что ж, добудем, добудем Так, можно и к шурупу Могонек заглянуть Если есть что починить, давай сюда Но разговора пока что нет Кстати, Макс на место-то вернулся А Макса на месте пока что нет Ладно, давайте поговорим тогда с поваром Задание Имеется Как нам к нему, так и ему к нам Ну радуйся, радуйся Халецкий в клетке День добрый Ага То есть Да не вопрос В чем шутка-то? О, Мэтт, здорово Здравствуй Давненько не виделись А мы знакомы Эм, да Хе-хе Честно говоря, я тебя не припомню Хм, да нормально, нормально А что это вообще за место? Местечко, местечко Да Ничего себе местечко В черте оседлости А все-таки Да ну Ты вопросы задаешь, добрый пришелец А если по сути? Да расслабься Ща Да нормальное место Спокойное Все ништяк Да ты расслабься Ага, не торопись Ну, короче говоря Этот повар будет нести всякий бред Я, наверное, этот Все это пропущу Тем более Это все В оригинале были Эти все Предложения, так сказать Этот квест И тут, в принципе, ничего не поменялось Так, я надеюсь Сейчас не помру тут С этой водки А то, кстати говоря Почитал я тут На форуме Одну очень интересную вещицу Что если выпить очень много водки То можно умереть Поэтому будьте внимательны Когда выпиваете Эй, ку-ку Опять бухой У тебя карты игральные Не завалялись? Да Тут где-то лежало На ней еще буква была Это ты сходи За водочкой Я пока ее ищу Четыре бутылки Хватит, надеюсь Ик Вот твоя водка Карту нашел Конечно В кармане, оказывается Была Бери Давай сюда скорее Все, водку пьешь Работой бы занялся Работа не плоть В лес не... Кстати, о плоти Ты в курсе О фирменном блюде бармена? Дык вот У меня тоже есть Сейчас ребятки Во дворе кабана жарят А моя задача К нему омлет сделать Но есть одна проблема Что, нужны свежие анчоусы? Сам ты анчоус Что, не знаешь Из чего омлет делают? Мне нужен Не такой дефицитный Но нужный товар Яйца Да не контролера Не беспокойся Не твои А птичьи В общем А так Курей в зоне нет То вывод Сам напрашивается Яйца нужны воронье Предлагаешь охоту открыть? Они ведь высоко летают Ну ты, блин, биолог Знаток Где это ты видел, чтобы Вороны с яйцами летали? Они их в гнезах держат Нужен мне десяток штук Этого Калорийного продукта А спросить, где их достают Можно Советую У Акима Торговца нового Скордона Если принесешь Пушку Там неплохую идет Ну хорошо Что хоть воронье Поищу Слушайте, ну отводки Мне вообще хреново, блин Я даже не знаю Что и делать-то Ну вот и куда мне сейчас Такому хлампьяному идти-то, а? О, кстати, это Ник Боро Споил ты меня Повар Проклятый Ладно Отправляюсь тогда Стукача выслеживать Продолжение следует...